всем большой привет меня зовут наталина и сегодняшнее видео будет посвящено вот этому набору контурных стиков от kim кардашьян west у нее теперь есть свой бренд он называется kkw beauty kim кардашьян west beauty у семейства кардашьян была достаточно давно линейка ну или вроде как не очень давно она закончилась которая называлась кардашьян beauty и это очень бюджетные были средства но насколько гласит история и интернет что это было просто производство под лицензией то есть они просто давали свое имя и как бы вообще но никаким образом не относились к этому сейчас насколько я понимаю то линейка закрыта у кайли есть своя собственная линейка кайли косметик свою все прекрасно кто смотрите не первый раз мой канал знаете о том что у меня есть практически полная коллекция этой косметики и первый заход ким в индустрию красоты был вот с этим набором помад то есть это совместно с кайли косметикс то есть ким кардашьян в сбайкали косметик это были нюдовые помады вельвет вы одна из них сейчас у меня на губах у меня есть два видео посвященных этим помадам потому что сначала они медико разочаровали потому что без карандаша они выглядят просто ужасно на карандаш они выглядят хорошо мне нравится поэтому я продолжаю вот этим вот всем добром периодически пользоваться мне очень нравится здесь упаковка то здесь в упаковке продолжается вот это вот все и это первый самостоятельный продукт ким в качестве не знаю как владельца собственного бренда но я подозреваю что также как кайли она в основном является лицом появляя получает от этого основной профит и естественно ни на каких фабриках она там ну не знаю не не сидит мне кажется это абсолютно всем понятно просто очень многие воспринимают знаете такие проекты очень лично что это вот сама ким решила вот там трали-вали вы поймите просто мне кто-то написал что вот представляете она там выпустила по моему 300 тысяч штук по 48 долларов и заработал там чуть ли не 14 миллионов долларов но только за этого надо вычесть огромное количество расходов на продукты на рекламу на все 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 конечно же звезда такого уровня как ким кардашин свою задницу не поднимет ради там не знаю одного миллиона долларов естественно она с каждого выпуска получает прибыль несколько миллионов долларов но вы должны понимать что каждый устанавливает на свою работу собственную цену да кто-то за 1000 рублей свой зад не поднимет да но за 1200 поднимет а кто-то за там три миллиона долларов только готов это сделать поэтому в общем-то обвинять ким в том что она зарабатывает деньги пока не зарабатываются но это тоже не совсем правильно но к цене мы с вами перейдем дальше но потому что факт есть факт за там час по моему есть первый тираж был распродан полностью поэтому можно что угодно думать как угодно относиться к ким я честно я не смотрю вот это вот шоу и ни одной серии не смотрела которые keeping up with kardashians то есть ну короче говоря и чем вообще ким популярна кроме того что выпустила порнушное видео тем что больше 10 лет снимается реалити про жизнь их всей семьи то есть это типа дома 2 только с кардаши и если так посмотреть то ким и бейонсе они по моему делят первое место популярности в инстаграм поэтому в общем то на все на что ким поставить свое имя все это будет приносить огромное количество денег и в общем то мне нравится эстетика которую ким несет и ее семейство мне нравится их макияж мне нравится их стиль вот я все это к чему бла-бла к тому что многие начинают завидовать считать деньги сколько она там с этого получит и так далее я стараюсь максимально это абстрагироваться ну и плюс конечно же работает над этим команда не только ким но и марио но здесь есть конечно шаги которые ну просто меня ввели в шок давайте я вам сейчас просто я все дрессу вот этим вот пакетом это у меня знаете не чипсы тут это вот в таком пакете все приходит я вам да все сначала покажу потом мы сделаем нанесение всех этих уважаемых средств и самом конце посчитаем сами цену за грамм и в общем то решим няшка это или какашка давайте посмотрим по датам я сделала заказ 21 июня 28 я получила уведомление что это все отправлено и получила я на почте это все 11 числа то есть это прошло 13 дней все достаточно быстро доставка платная но к этому мы с вами тоже вернемся потому что у к или бывает бесплатная доставка по моему при покупке от 60 долларов в момент выпуска вот этих вот китов было доступно еще вот это продажи то есть вот этот набор весь стоит 48 долларов вот это я не помню 44 по моему доллара и доставка до россии стоило 14 95 они общены в четырех цветах light medium dark и deep dark по моему то есть ну вот это вот хорошо потому что очень часто ограничиваются вообще каким-то оттенком medium и в соединенных штатах америки достаточно много темнокожих девушек и в общем то они себя иногда чувствуют дискриминированными но в общем таким подумала обо всех практически но мне кажется что я бы лучше заказал бы мне больше подошел ботинок medium потому что этот ну вы увидите все в нанесении короче приходит все вот в таком вот пакете в коробке не брендированный вот такого оттенка внутренности коробки я оставлю на распаковку ссылку внизу потому что распаковки я делаю в instagram дальше вы открываете пакет и кстати про пакет ноги говорят что это дешево да это дешево по деньгам но мне нравится то есть я не возражаю против вот такого пакета по моему это стильно и как бы на минуточку поэтому град тоже все приходит в таком же пакете только с пайетками которые тоже стоят две копейки даже дешевле чем вот это вот внутри лежит пакет но он был вакуумный да то есть вот так вот это все лежало я все вскрыла и здесь мы получаем за наш кровный 48 долларов два стика и кисть со спонжем и в какой вселенной вообще вот этим можно пользоваться я реально за я кстати думала почему то что она более бежевого оттенка смотря видео всех ютюберов но она такой ну типа розовенько в общем здесь два стика один контурный другой хайлайтинговый и вы получаете совсем мало продукта в каждом стике две стороны давайте посмотрим на все это богатство здесь есть номер один и номер два номер один более холодный номер два чуточку более теплый и здесь очень странно вот этот вот сам стик сделал он как бы сужается вниз и я обычно стараюсь не смотреть какие-то отзывы какие-то ревью до того как сама не сделаю ревью но вот с этим невозможно потому что открываешь американский youtube и там просто каждое второе видео про вот это вот и у всех они ломаются но реально я вот накрасилась до один раз тем понятно что если вы пробуете вот так вот это подсвочить у вас даже помада сломается которую вы вывернете поэтому ну да вот так вот тоже есть вероятность что вы сломаете то есть у меня не если бы у меня было желание специально это сломать я бы сломала но я вот пока один раз нанесла меня ничего не сломалось потому что это вот максимум на какой наверное я выкручу конечно не совсем вот ну вот так вот то есть адекватно это выкручивать то касается оттенков я в них разницы вообще почти не увидела то есть они настолько похожи что ну блин я не знаю сделала реально контур и бронзеры и все на этом хайлайтинговый стик здесь один матовый хайлайтер который ну очень странный очень сухой какой-то вообще и шиммерный хайлайтер который почему-то в этом оттенке влает желтый мне очень понравился в наборе от medium вот такой шиммерный хайлайт потому что там такого приятного персикового оттенка здесь прям ну желтизна и вот мне это вот реально это какая-то просто игрушка для взрослых ну что это такое что вот с этим делать как это с собой брать кисть достаточно ну мягкая но при этом плотная как и растушевывать не совсем понятно потому что когда вы делаете стоп-топ-топ-топ-топ-топ-топ вот так то у вас ну как то я не знаю короче себя побили это прям больно и с вот спонжем тоже самое спонж очень твердый он ничего не тушует то есть он просто вам пробивает это все сквозь ваш тональный крем и просто все забирает я понимаю что мое лицо сейчас я не знаю я урвала что-то исправить но реально вы видите сейчас наносение что это было просто отвратительно просто реально ужасно когда я попыталась вот этим что-то сделать я вообще просто в шоке реально от вот этого так давайте я отставлю эмоции давайте мы с вами посмотрим нанесение этого всего и в конце я вам скажу свои финальные мысли насчет этого набора нет серьезно я конечно попробую вот этим вот нанести но что-то я не уверена что у меня хоть что-то получится это первый раз когда я все это наношу я не пробовал ничего из этого до сих пор не делала не сводч вообще то есть они все стики они вот просто девственно чисты и не извините за мой женственный смех насколько я понимаю насколько я видела в превью предлагается вот этой кистью растушевывать темный контур и вот этим уважаемым спонжем растушевывать хайлайтер написано и ким говорит что его типа надо намочить и он якобы будет как бьюти блендер я видела что все его просто пшикают фикс плюс я вот сейчас принесла себе чашечку с водичкой и хочу прям попробовать набрать него воды как бьюти блендер и посмотреть может быть он сейчас знаете как увеличится в два раза и вообще все прекрасно станет кстати ким говорила в каком-то последнем видео что они сменные вот эти вот штуки то есть если вдруг что то можно будет купить новенький и поменять что у меня пока нет ощущение что он становится больше или мягче на самом деле он твердый то есть как вот есть спонжи там который сейчас для грима используют знаете такие белые и вообще вот спонжи которые ну прям вот резину и вот он такой же я не уверена что тем более мокрым получится что ну ладно не будем не буду заранее плохо что-то говорит ну каплю он увеличился но я его прям тут хорошо воды у него набрала я люблю делать контур постепенно то есть сначала например темный потом например светлый чтобы ну потому что когда вы все сразу наносите но во первых начинает схватываться и подсыхать хотя это в зависимости от продукта но и может грязь появится конечно для туториалов но эффект не выглядит когда вы сразу все нанесли но для жизнедеятельности и покраски лица живого человека лучше этого не делать давайте мы сами сначала сделаем контуринг а потом хайлайтинг здесь надо понять где цвет 1 где цвет так вот этот цвет 1 они по идее ну выдвигать вот это вот до конца и наносить конечно же нельзя у вас все это сломается все мы это тысячу раз видели кто смотрит американский тюб один должен быть такой более бронзовый один более холодный по идее если я правильно все понимаю вот это вот оттенок номер один номер два вот номер два более теплый то есть его предлагается как бы наносить вот на эту часть лица но насколько я понимаю ну куда бронзер в общем наносится ладно я буду как повторюшка дядя хрюшка повторять и за ким то что я видела может быть мне тоже пойдет такой вид контуринга в общем ким делает следующее она делает контур вот здесь и гремит там что-то внутри и дальше она как бы рисует цифру 3 вот таким вот образом давайте попробуем ой то есть она вообще как бы не стесняется я хочу оттенок номер два который более теплый также нанести вот зону этой тройки для того чтобы где-то чуть-чуть его сделать потеплее вообще ощущается она все достаточно приятно давайте сразу же мы пойдем на вторую сторону так нет я все неправильно делаю на линию роста волос я не мне вот лично понятно что если я вот так вот вытянут его что-то сделать но сразу отвалится но мне все-таки хочется чтобы она подольше прослужила поэтому я не буду прикладывать специальные усилия для того чтобы она развалилась так как там вот сюда вот наношу короче более теплый оттенок сюда и более холодной и дальше ну типа как бы их смешиваю что-то странно какой-то контур ну вот ну окей давайте ой твердо это как оказывается давайте попробуем это вот сколько надо вот этой кистью фигачить свое лицо чтобы это растушевать как будто побила сама себя это это отвратительно она она реально просто размазывает все тон куда-то не знаю нет это больно и и неприятно не на такое количество контура растушевать этой кистью это не на невозможно я предпочитаю кисти где они я на такого плана работ предпочитаю такого плана кисть ну как бы по размеру просто но в каких-то местах я вижу что тон подснялся и я как бы алё где контур просто ким где он я вообще думала взять изначально себе оттенок медиум хотя ну как бы я по всем параметрам подхожу под light просто потому что я вот подозревала что вот такая вот ситуация будет когда практически ничего не произошло средство само по себе мягкое там бла-бла-бла все такое но как бы где она то есть где где контур когда я делаю кремовый контур все-таки ну хочется его чуть-чуть видеть несмотря на то что я потом обязательно его закрепляю сухим но все равно как бы внешне я придираюсь потому что меня знаете на стропали ли все эти отрицательные отзывы но тушуется объективно как бы очень хорошо но он тушуется так что в моментах кажется что он просто исчез ну вот со вторым слоем как-то более но то есть видите тыц и и досвидос вот сейчас я нанесла второй слой и вот в этой области в принципе начинает выглядеть нормально я кстати вот такие вот хайлайтеры никогда не покупаю и использую всегда для высветления консилер для меня это вообще не самый понятный инструмент вообще зачем он нужен хайлайтер я кстати мне очень нравится оттенок хайлайтера в медиум именно вот шиммерного но что это посмотрите какой почему такой желтый зачем кто в оттенке light такого желтого оттенка вот куда светлый наносить мне не очень понятно потому что под глаза его наносить но это будет плохо ой это по текстуре сразу понятно потому что он такой достаточно твердый достаточно плотный но для целей видео до просто до свидания тон блин ну вот ким ну это чё такое вообще так ладно ну для цели видео хорошо давайте сделаем он он достаточно сухой ну давайте носогубки господи нет я не буду тебе помогать знаешь такие сертиф даже черта лысого хорошо растушует нет ну спонжем вот этим вот это просто невозможно он снимает вообще все что внизу и и но это просто что за за что просто ким этот хайлайт очень сухой и видите почему-то подснимается тон внизу когда вы консилер наносите тон внизу обычно ну как бы не снимается пока вы все это тушуете то есть идет блин начало тушеваться не надо да так ладно все спасаю это это как-то это все ложится даже кистью артист залипающий и отвратительно окей ким еще показывал на всякие треки она вот это предлагает наносить в качестве базы под тени вот это кстати знаете на что текстура похоже на mac paint под вот тоже вот такое достаточно нечто суховатое посмотрите как он перекрывает татуаж их разная формула потому что кремовый контур я чувствую что он и остался кремовым а вот это вот нифига вот это высыхает так и еще кстати трюк от ким который она тоже показывает что она любит взять контур но если не врет конечно и подвести им глаза и прорисовать складку в общем то есть конечно в контуринге такой прием когда вы кремом там себе рисуете да и типа что вот я не могла найти стик который был бы настолько тонкий чтобы я могла подвести нижнее веко просто алё такие стики ну они конечно да он был более тонкий чем среднестатистический стик но буквально пара использований и он тоже становится как бы ну не не айс затемнили складку давайте подведем нижний веко но у фиг знает возможно для контраст таким просто у меня на коже я вот сейчас смотрю и вот здесь это просто какой-то ужас какими-то пятнами сухими все легло блин фу-фу-фу при нужной кожи сейчас как бы нормальном состоянии и растушевать ровно то есть видите где четкая полоса да просто не не поддается вообще ничему ким на этом не останавливать она короче решила все накрасить эти и она этим красит губы но у ким у нее насколько я понимаю принципе коричневатые губы контуринг ну и мне мне терять нечего потому что вот этот situation все равно смывать придется не вот эти средства по текстуре очень приятные я шла-шла и упала в грязь на самом деле самое отвратительное из всего этого это светлая часть это прям у меня лицо реально как грязненькое какое-то и вот здесь вот залипло это все дело в районе усиков это ужасно это просто ужасно что-то с лицом происходит давайте попробуем кремовый хайлайтер я буду вот это вот все исправлять с помощью консилера тонального крема потому что на мне вот эти коричневые подводки она дает какой-то эффект больного глаза здесь на веке в принципе вроде все нормально но темный вот скульптор нормальный светлое это просто ужасно она подчеркивает какие-то шелушинки которых вообще даже нет я я не знаю это ладно поехали к этому хайлайтеру алё ты где я понимаю что у ким это ну сто процентов должно было быть супер деликатное мерцание ну как бы тут ничего ну вот так вот хоть что-то начинает происходить но это сто процентов надо сверху закреплять другим хайлайтером мне еще очень нравится знаете момент когда все снимают и когда ким наносит вот это вот белую фигню и она знаете вот всегда кадр вот она нанесла вот она и просто следующий кадр все идеально растушеванно я так тоже могу знаете разрисовать все лицо пойти снять это все нормально накрасить сказать вот контур от ким чу нос красный блин я такая злая мне кажется вы чувствуете мое негодование воды давайте вот этим вот кимберли накрашусь потому что мне это нравится этот цвет как вы думаете мне можно на ковровую дорожку я думаю что нет я думаю что ну это почувствую вот у меня красный нос какие-то покраснения проявились какие-то пятна и не знаю сейчас придется все консилером это перекрывать это это не не нормально ладно попробую сейчас исправить хоть что-то и вернусь к вам со своими финальными мыслями у меня просто реально был приступ какой-то паники потому что я и я я не знаю у меня тряслись руки я думаю на глазах тоже видно что это просто все ужасно все ужасно скаталась у меня меня просто реально начало трясти я вот этим красилась я видите я краснеть еще начинаю от того что я готова просто реально расплакаться это просто отвратительно реально ужасно нельзя вот это продавать за 48 долларов потому что я пробовала вот этим вот накрасться в какой-то момент у меня начинают просто трястись руки у меня ничего не получается не приклеить ресницы не какие-то стрелки нарисовать потому что это просто это реально стресс это долбанный просто стресс вот работает с этим извините пожалуйста я просто когда смотрела ревью я всегда когда вижу негативный ревью я беру из них то что мне кажется что люди не совсем где-то правильно делают и думаю вот сейчас я-то сделаю и классно будет чудо вообще не случилось этот матовый хайлайтер это просто издевательство какое-то над кожей честно это просто отвратительно реально то есть мне кажется что вот такие вот хайлайсинговые штуки они должны быть прям максимально такие кремовые либо у меня есть одна из моих любимых палеток для кремового контура от iconic лондон очень она мне кажется видно что ее любят и и используют она очень хорошая здесь приятный мягкий крем видите вопрос даже я вот палец приставила чуть-чуть провела посмотрите и это прям крем он идеально тушуется он не засыхает вот это вот засыхает просто мгновенно при том что обычно стики не делают такими засыхающими вот но и коник ланта просто покажу видите насколько она мягкая кремовая и но аккуратно получается растушевает что-то типа консилера то есть получается по позиционированию что вам нужно нанести тон потом нанести консилер ну или бы сначала консилер потом тон зависимости от решаемых проблем и потом вот этим вот высветлить спрашивается зачем если можно сделать это первых консилером во вторых а но если попробовать растушевать вот этим вот спонжем то он просто ну реально он просто все снимает то есть не можно вот просто провести по лицу и снять слой косметики он очень очень твердый вообще не похож на бьюти блендер хотя ну как бы ким говорит что чуть-чуть надо мочить воде и вот так ну вот так это но это неприятно это ну блин нет нет это ужасная просто часть это какое-то насилие вообще шиммерный хайлайтер его просто нет то есть он что есть что нет его вот так вот вы нанесли желтое пятно пытаетесь ну вот растушевать где он но чуть-чуть его видно понятно что ким не любитель такого мерцания что ты дышь просто тебе в глаза нет но хоть что-то же должно остаться ну ну хотя бы чуть-чуть я сейчас нанесла конечно же сухой хайлайтер другое потому что это это просто это не в жизни нигде не видно контурный стик цвет приятный вот здесь текстура кстати у контурного стика ну давайте до конца уж это все достану у него приятно и он легко тушуется но у него есть тенденция исчезать в никуда абсолютно то есть нанесли растушевали просто где ты его нет но его можно наславить ну понимаете да вот я уже сколько за один раз его использовала то есть это конечно не для работающих визажистов потому что куда это 10 клиентов накрасил и все и выкинул кстати многие говорят что упаковка кажется дешевый я бы ну не сказала мне нравится общая эстетика вот должна это отметить то есть мне нравится все по цвету ну конечно но немножко древесет но не знаю нет общая эстетика мне нравится я я не знаю что сказать просто чтобы выразить мои чувства по поводу вот этой вещи то есть 48 долларов это сколько примерно ну там три с лишним рублей до около трех тысяч рублей вот это это просто просто в мусорку это ужасно это отвратительно это омерзительно это не нужно абсолютно никому если вот мы не будем брать в расчет уважаемую кисть а возьмем и просто цену разделим на граммы то получается что у нас здесь три и шесть грамма продукта в среднем ну чтобы так чуть-чуть понятно было я надеюсь вот в помаде мак там три грамма помаде вот у меня лежит передо мной том ford скульптор кстати если будете брать берите в оттенки 0 2 у меня 0 1 и мне цвет не очень нравится ну в общем здесь 14 грамм продукта по цене за грамм вот эта вот палетка стоит 82 доллара если мы 82 делим на 14 то мы получаем 5 долларов 85 центов за грамм продукта это tom ford самый лакшери при лакшери при лакшери вообще бренд на свете здесь мы получаем я не беру доставку я просто беру стоимость продукта разделенную на граммы дру 48 долларов и делю на 36 и получаю стоимость за грамм 13 долларов 33 цента это получается во сколько почти в три раза дороже чем tom ford то есть долбаные вот эти вот стики непонятные они в три раза дороже чем tom ford это вообще как просто как вообще в среднем там анастасия вывали хиллс и так далее там средняя цена 3-4 доллара за грамм получается здесь 13 долларов это самые дорогие контурные стики в мире вообще вы себе представляете просто но нет 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 я же она должно стоить вот ну не знаю там сделайте за один стик 15 долларов вот это прям вот вышка то есть 30 долларов набор еще как-то мне кажется это пойдет без вонючий вот этой кисти которая просто никому не нужна я всегда стараюсь оценивать продукт без относительно цены то есть неважно сколько это стоит 50 долларов или там 10 долларов да я всегда стараюсь оценивать что хорошее это продукт или плохой продукт ну лично для себя мне так легче потому что даже если продукт стоит 10 долларов но он хреновый зачем мне продукт там два или за 10 долларов я лучше это отложу оставлю ничего не буду покупать но потом когда будет возможность куплю сразу что-то нормальное ну то есть это вот мое такое восприятие поэтому я стараюсь никого не говоришь ну да тип за 300 рублей пойдет нет не пойдет лучше отложить вот так вот четыре раза знаете по 300 рублей и потом за 1200 купить что-то себе приличное вот это тот случай когда пас когда просто просто нет просто не надо этого делать в общем-то нормальный человек до которому не нужно вот какие-то фоточки видосики в инстаграм или на youtube грузить вообще в этом не нуждается в контуре кремовым как в категории товара скажем так сухой контур отработает ничуть ничуть не хуже поэтому я совершенно не рекомендую это к покупке я дико дико разочарована нет есть возможность всегда я ставлю возможность через две недели такое видео ой я это обожаю всякое бывает как было вот с этими помадами я просто очень сильно разочарована хотя я уверена что все дальнейшие тиражи у ким будут точно так же разлетаться продаваться я расстроена никому это не рекомендую но я надеюсь что это не помешает вам подписываться на мой канал и ставить лайк потому что это безумно безумно важно для дальнейшего развития этого канала но и мы с вами скоро увидимся до встречи и всем пока